Девять лет назад три безумца поделили великое государство, которое называлось Советским Союзом и обрекли своих соотечественников, то есть нас с вами, на страдания, которым сегодня не видно и конца. Дело в том, что когда государство наше развалили, я лично не все понимал, что происходит. У нас какие-то иллюзии были, общие вооруженные силы, что в общем-то единое государство останется, ну просто на каких-то других принципах объединенные. По решению трех президентов в Беловежской пуще, части центрального подчинения и военно-морского флота отходили России. Центр было применение на аэродроме Саки, это часть центрального подчинения, и он должен быть российским. Но, к сожалению, часть руководящего состава центра, в подавляющем большинстве, приняли ориентацию на Украину. Сюда начали прилетать эмиссары украинские. Первый прилетел сюда, замкомандующий авиации Украины, генерал Вкалько. Он говорит, нужно четыре летчика украинца для показа высшего пилотажа в Канаде. Я уточняю, вы, наверное, договорились, наверное, не четыре летчика украинца, а четыре гражданина Украины летчика. Он говорит, для тупых я повторяю еще раз, четыре летчика украинской национальности. Потом, значит, этот Скальков собрал нас, все руководство центра. Он зачитал приказ министра обороны Украины о переподчинении центра вооруженным силам Украины, о назначении их, украинского начальника центра, и о снятии нашего, русского, Бакулина, не русского, советского. И вот, вы понимаете, сидят эти полтора десятка высокоподготовленных к профессиональному отношению и далеко не слабых людей, и всем все понятно. Он говорит, вопросы есть? И вот я тогда встал и говорю, я что-то не могу понять, что вообще здесь происходит. Приехал какой-то генерал в каких-то зеленых штанах, я его первый раз в жизни вижу. Зачитал приказ какого-то министра обороны. Ну, в это время я узнал, что полковник Безногих создал подпольный союз офицеров Украины, на котором они вот эти все вопросы обговаривали. Там даже вопрос ставился о физическом устранении полковника Бакулина. Физическом не в плане, чтобы его убить, а просто, чтобы на определенный период времени он исчез. Не было вопросов. Потом бы его, конечно, вернули, но все дело было бы сделано. Повторяйте, полковник, подполковник Иванов, для принятия присадки прибыли. Пожалуйста. Ответ специально. Я, Иванов Валентин Васильевич, вступаю на военную службу. Торжественно клянусь народу Украины. Всегда быть верным и преданным ему. Добросовестное и честно исполнять воинский долг. У многих им принимали присягу, не поднимая глаз. Я не принимал присягу, но для меня это такое нервное потрясение было, что мне потом несколько месяцев пришлось свой организм приводить в соответствие, причем при помощи врачей. Такие переживания были, хотя для себя я уже все решил. Но здесь оставалось то, то есть смысл всей жизни уходил. Вместе с этим аэродромом и с этим полигоном я четко понимал, что второй такой тренажер нам не построили. То есть, в принципе, для меня решалась судьба авианосного фото вот на этой аэродроме в тот период весной 92-го года. Второй раз офицеру принимать присягу плохо. Но еще хуже должно быть тем людям, которые этих офицеров заставили. самих принимать решения и принимать присягу. Второй раз, значит, по той причине, что то государство, которому они присягали первый раз, прекратило свое существование на абсолютно ровном месте, без видимых причин, без внешнего воздействия военного. Советского Союза не стало, надо определяться. Гражданином какой страны я стал. Я рожден здесь, здесь вырос, здесь собираюсь умереть. Мне было, конечно, неприятно внешнее проявление вот этого насилия. Сегодня люди, которые вчера были под красным прапором, сегодня вдруг появились под желто-облакытным знаменем, и вдруг начали спрашивать у наших высоких начальников, на какой мове мы будем размовляты. Я ушел на пенсию в 94-м году. Первая причина, это потому что мы практически полностью перестали летать. Мне, конечно, щемит сердце, когда я вижу своих однополчан, летающих здесь. Но нет, нет. Уходя, надо уходить. У меня третья эскадрилья, она из одних украинцев стояла. Я к ним утром приходил, каждый день говорю, привет, хохлы. А после присяги зашел, говорю, привет, и заткнулся, потому что уже не хохлы, а уже могут политику пришить. Так вот, дохожу, вот, как раз в этот самый период, на доске написано «Родина», «Москва» с маленькой буквы, «Асала» с большой. Вообще классный такой кадр. Да мне просто не хочется даже об этом вспоминать, как принимал присягу. Это было трудно, это было больно, это, скажем, что проявил слабой души. Семья повлияла, потому что у меня сын родился как раз в 91-м году. Я его давно ждал. Наталья сказала, что это, она кто не поедет. Жена моя. Все взвесил, остались здесь. Да моя родня тоже говорит, что я там. Вот, еще друга свыпил, типа, предал Россию. Я говорю, никто никому ничего нет, предал. Да все. Если вернуть все назад, я бы пошел на съезд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часть украинцев, настоящих украинцев, они вообще присягу не приняли, они уволились. И не потому, что не любят Украину, а просто говорят, я вот так вот присягу под дулом пистолета не собираюсь менять. А у некоторых семьи просто на этой почве лопнули. Ну, как у Лешки Фоломеева. Ну, такая кошмарная обстановка была. Гарнизон гудел. Какие-то разборки, то какой национальности. Дома это обсуждается, на работе это обсуждается. Везде. И потом, когда твои друзья, с которыми, в общем так, сидели часто вот за этим столом, вот так вот, когда они приходят в твой дом и говорят, вот эти хохлы подлюдчие. И я говорю, что я отношусь к этим хохлам, в общем-то, потому что я тоже это национальности. То, что сибиряк, то, что мой дедушка добровольца пошел на войну с фашизмом и под Смоленском лег, и то, что я единственный в роду офицер кадровый, естественно, я не мог присягу принять дважды. Ведь офицер, принимающий присягу дважды, может ее три раза принять. Сегодня он принял в Украине, зад он принял французам, потом американцам. Что это за воин? Он не может жить под желто-блокитным флагом. Для него вот он патриот, вот для него есть Россия, это для него важнее всего. Получается, что патриотизм несовместим с любовью. Получается вот такое. Он сказал, если он сюда приедет, то только на танке. Есть такое понятие. Замуж выйти, и выйти за мужа. Будь замужем, хоть на край вселенной. Ты должна за ним идти. Все. Это не зависит от национальности, и что-то еще. Мы получили квартиру в 91-м году. То есть получилось, как раз мы год пожили, и нужно было опять собирать куда-то вещи, опять ехать на север. Мои-то родственники все на Украине, в общем-то, и его корни тоже есть украинские. Ну, когда такие разговоры уже были, что если придется стрелять друг в друга, ну, естественно, он говорит, я не смогу стрелять, это однозначно. Я говорю, тем более, ну, как ты будешь стрелять в моих родственников? Они всегда к тебе хорошо относились, и все. А второй еще вопрос, у нас же ребенок, собственно, получается, двух кровей, и как его делить? Ну, профессия офицера, она, конечно, тяжелая, и не каждая дама может это выдержать. Но прожив со мной 20 лет, она должна была остаться. Она должна была остаться. КОНЕЦ КОНЕЦ Меня пригласил мой командир, тогда начальник центра был, полковник Бакулин Геннадий Георгиевич, и сказал, говорит, Тимур, есть еще одно обстоятельство, которое ты должен обязательно знать. Каждый офицер, от командира полка и выше, должен ответить при собеседовании перед назначением на должность на один непростой вопрос. Будешь с Россией воевать или не будешь, если потребует интереса Украины? Генерал-лейтенант Радейский был командующим округом тогда. Он по телевизору в открытую, на всю страну нашу заявил, я, говорит, если интересы Украины потребуют, буду воевать с Россией. Я вот смотрю телевизор и думаю, блин, какая вообще женщина тебя вырастила, это же советский генерал. Я тогда еще не знал, что его родной брат, у которого даже лицо почти такое, вице-адмирал Радейский, начальник тыла Северного флота. Вот два родных брата, один в России, другой на Украине. Воевать с Россией, конечно, мне, да и любому, наверное, человеку, который живет здесь, здесь и вообще на Украине, наверное, абсолютно не хотелось бы. Но если мы приняли присягу или даже находимся на контрактной службе, дело военного, конкретного исполнителя, не рассуждать, значит, о правильности, правомерности отданных приказов, а точно их выполнять. Что касается летчика, значит, его дело точно накладывать марку на цель и вовремя нажимать боевую кнопку. Тот же Осипович, он же сбил, он этот гражданский боин. Я служил на Дальнем Востоке, если бы я сидел в дежурном звене, подняли, и я бы точно так же сбил этот боинг. И сейчас собью его. Я считаю, что Осипович правильно сделал. И любой другой на его месте поступил бы точно так же. Так же и здесь. Знаете, очень сложный вопрос, очень сложный вопрос по поводу бывших сослуживцев, которые будут воевать с моей страной. Я же считаю, что у них что-то не в порядке с мозгами. Когда учились в училище, инструктор нам говорил так, что товарищи курсанты, летать вас научат ДСАФ, а здесь вас учат убивать. Вы растете персональными убийцами. Вот если у нас стрясется такая страшная ситуация, что нам придется лететь и убивать своих товарищей, бывших, то, естественно, каждый, наверное, будет поступать уже в силу своего разумения. Нет, я никогда стрелять по своим бывшим братьям не буду. Если поступит такой приказ, что ж тогда армии со мной не повезло. Эти все сказки, что я стрелять не буду, я ТДТ, я в это все не верю. В нашей стране, к сожалению, это все можно организовать. Просто приложить к этому руки. У нас стравливают два братских народа, даже один с другим, так, что они вырезают до седьмого колена. Когда в Донузлаве контр-адмирал Кожин поднял флаг украинский и объявил, что это территория Украины, естественно, Косатонов окружил морской пехотой, а без ноги посадил здесь звено самолетов Су-25 штурмовиков с разовыми бомбами и кассетами. В летчике на эти самолеты были спланированы все члены Союза офицеров Украины, все украинцы. И я к нему подхожу, говорю, Виктор Иванович, ну неужели вы действительно будете бомбить советскую морскую пехоту? У них же тогда был советский вон морской флаг, они Андреевский флаг еще не поднимали на Черноморском флоте. И он говорит, если интересы Украины потребуют, то я, говорит, буду бомбить. Я говорю, Виктор Иванович, тогда я вам тоже официально объясняю, говорю, что ни один самолет с этого аэродрома с подвешенными бомбами не взлетит. И потом будущим вдовам сами будете рассказывать, почему они погибли. Он мне вообще сказал конкретно, Тимур, ты меня знаешь, я пущу кровь и на вас с Бакулиным спешу. И вы будете виновны в том, что забьете клин между двумя братскими народами. И, как он говорит в Нагорном Карабахе, по сей день никто не может разобраться, кто первый выстрелил. Ухожу, нету сил, лишь издали. Все же крещеное помолюсь за таких вот, как вы, за избранных, удержать на Добровом Русь. Но боюсь, что и вы бессильны, потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть. Это женщина-фронтовичка Друнина за несколько минут до своей смерти написала тебе это четверостише. Когда у нас вот накал в тросте достиг апогея, сейчас очень не любят это вспоминать все. У меня авторитет в грандиозе очень большой был, я мог что угодно здесь сделать. Бакулин меня пригласил себе в кабинет и говорит, Тимур, мы вчера сидели в одной кабине, а сегодня должны убивать друг друга. Ради чего? Он говорит, не стоит этот гарнизон человеческой крови и даже одной единственной человеческой жизни. Он как в воду смотрел. Через месяц Ельцин, с Кравчуком, не хочу быть грубым, засов, целуются в Ялте, под солнцем поляшим. А мы бы тут, так сказать, выясняли бы, да, кому этот аэродром оставить России или отдать Украине. Я мог вполне этот полк увезти с самолетами, с личным составом, до 650 человек, увел бы в Россию, но там отказались, потому что мятежных полков боялись и там, и здесь. То, что произошло, мы к этому шли десятилетиями. Поэтому у нас и ГКЧП, для меня до сих пор загадка, как три силовых министра обороны, КГБшники, министра внутренних дел, как эти три орла, они могли сделать, ну, элементарный вшивый переворот. И какой-то Борис Николаевич вылез, значит, на броней, как всегда, что-то там крикнул, какие-то там, значит, баррикады. Мне, как военному человеку, это смешно. Все это можно было даже не полком батальонов все сделать. Так, в нашем классе, говорю, без шума и пыли. Если бы Язов знал, что наша сторона захлебнется впоследствии кровью и за его нерешительностью, они испугались. И он, и Крючков этот, я не помню, кто там был, и помнить не хочу. Покатин, по-моему, был. Пуга, да, Борис Карлович, да, помню этого Пугу. И настал тут черед, когда пребывание тех, кто не приняли присягу, здесь было уже просто неприемлемо. И наше командование морской авиации приняло решение на перебазирование на Северный флот. Я с собой забрал 15 летчиков, 85 офицеров инженерических составов. Ну и вот цена вот этой незалежности или суверенности, она оказалась настолько дорогой. Остался аэродром, было два полка, один полк разогнали. Сейчас эти в расцвете силы летчики здоровые, способные летать, стрелять и драться, защищать родину. Они сейчас там работают, кто заправкой руководит, кто в колхозе на тракторе, кто в кочегарке сидит. В результате этого раздела потеряли все. Авианосная авиация нужна России. Единственный авианосец в России, полк корабельный, начали возрождать опять в России. А тренажер взлетно-посадочных систем, нитка на Украине, судостроительный завод, который авианосцы строят на Украине, самолеты строят опять же в России. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы поделились, нас поделили точнее, нам поделить нечего, для всего другого земного шара от Мордвина до Грузина мы все остались русскими. Поэтому предлагаю выпить за нашу великую родину, которая сначала называлась Россия, потом Советский Союз, а теперь разозрана на 16 государств независимых, но тем не менее, это наша родина, за нее, за великую Россию. Пьешь за великую Россию? А я. Мы летели в неизвестный, мы летели на Северный флот, все до одного шли в понижение, мы летели на Северный флот, все до одного шли рядовыми летчиками. Для некоторых должностей вообще не было. 4 марта меня ДНК вызвал к себе, у меня был день рождения, 40 лет не было. Он меня поздравлял, потом говорит, вот прошел совещание в Совете обороны, и принято решение, если эскадриль и истребители не посадят на Венусс до конца года, то корабль будет продан. И тогда, тогда, после этого, я вас собрал, почему я помню, кто был, потому что седовая реакция была, у Кости была реакция негативная, Костя сейчас может отпираться, тогда он мне сказал, товарищ полковник, вообще-то вот, пожить еще хотелось бы. У меня, говорит, трое детей, этот тоже сказал, говорит, да вообще-то умирать-то не хочется, хотя я никому не говорю, что мы умирать будем. Я просто сказал, что я буду вас сажать в жестких условиях и практически любой ценой. Да, я это сказал. Прав или не прав был, время вот рассудило. А как был поставлен? Вопрос был поставлен, готовы ли вы отдать свою жизнь. Это я такое говорил, Костя? Да, я это помню. Витя, по-моему, так вопрос был поставлен. Витя точно был не готов отдать свою жизнь, это я точно помню, потому что он смотрел на этого самого. Но как советские летчики, мы сказали, да, ради Родины готовы. На таран пойдешь, так точно. Вот вопрос был поставлен так, готовы ли вы отдать свою жизнь? Такое жесткое решение мотивировалось тем, что корабль уже пять лет был в море, а на его палубу не садились летчики-истребители. И никого не интересовало, что летчики-истребители были недостаточно подготовлены. Все здесь наложилось, и развал страны, и переход на северный флот, полеты в заполярьях, нехватка топлива, самолетов, бытовая неустроенность. Ну, и еще был один фактор, на север ушла практически молодежь. Самые неопытные, не обстрелянные ребята. Основной костяк полка остался на Украине. В начале 94-го года я даже и мысли в себе представить не мог, что я в этом году сяду на корабль. С маленьким налетом то есть только что начали осваивать самолет Су-33. Опыта вообще никакого. Но с лейтенантов еще я знал, что рано или поздно это случится. То есть я себя готовил к этому. Риск был. И немалый риск был. Зачем? Иначе боевая носца не было сейчас. Я понял тогда, что все, если единственный корабль продадут, то палубной авиации у нашей страны не будет никогда. И все, ради чего мы пожертвовали, уехали с Украины, просто терял смысл. То есть я принял решение летчиков сажать в том состоянии, в котором они находились. Я и сейчас об этом не жалею. Просто с боковой ситуация сложилась так, как кто-нибудь из них был погиб. Прошлось бы жить с этим.